Всем привет, сегодня 10 мая, очередной анализ биткоина. Вчера день начинался примерно с цены 9000, ну и сегодня уже 960, то есть вовремя я купил. И что мы сейчас рисуем, скорее всего это рост сюда вот в этот район, в район 10700-10800. Вот что очень он напрашивается. Да, конечно, нам уже без отката много идем, но все это движение сопровождалось именно на психологии, что мы вот-вот должны упасть, что вот-вот будет коррекция, что вот-вот продолжится медвежий тренд. И до сих пор такое настроение сохраняется. И все из вас хотят купить дешевле по 8500, по 8200, по 7800, все-все-все, абсолютно все сидят и ждут этой цены. Ну а неужели вы думаете, что вам дадут такую цену? Я думаю, что нет, поэтому мы сейчас 9500 должны пробивать, сейчас поподробнее посмотрим, почему я так думаю. Надо просто клянуть на стакан и на количество желающих купить. То есть если мы посмотрим вверх, то в принципе нам для роста нужно проходить примерно на уровень 9700. Туда у нас сколько биткоинов? 3200 биткоинов. А вниз у нас сколько биткоинов на 8500? 8000. И еще по пути будут еще откупать. И как вы себе представляете, куда рынку проще идти? Вверх или вниз? Рынок всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Соответственно, я за рост. Потому что все ждут падения. А в этот раз я сыграю все-таки против толпы. Хотя вариант, конечно, что мы сейчас нарисуем куда-нибудь в район 9450 движения, может быть 9600. Развернемся и вниз полетим. Вариант зигзагом. То есть, что вот эта волна А, потом волна Б на 9600 и волна С куда-нибудь на 8500. Есть такой вариант. Но я пока буду держать лонги просто потому, что психология рынка такова, что все ждут цены дешевле. Второе. Киты открыли лонгов много дешевле. Им нужно пампить. И третье. Им довольно-таки интересно съездить вот сюда, чтобы коснуться вот эта трендовая линия. Будет такая красивая ювелирная картиночка. То есть здесь было движение, здесь было движение, здесь и здесь. Красота будет. И оттуда уже будет откат сильный, по идее. Так что, скорее всего, мы нарисовываем сейчас пятую волну вверх. Но, говорю, не отменяю. Вариант зигзага. То есть, в районе 9400, 9700 будет как бы сражение. То есть, мы сейчас туда свечку, скорее всего, запустим. И вот там уже будет решаться, куда мы пойдем. Вверх или вниз. Если очень много шартов здесь откроется, в этой зоне, то пойдем вверх. Если вдруг там будут продавать свои лонги, киты закрываться, то, скорее всего, это вниз. То есть, пробьют они туда. 9000, и туда улетим. Не дорисовали вчера, к сожалению, на 8900 свечку, но оно и хорошо. Ушли сразу вверх. Вообще, без проблем. То есть, купил я удачно очень. Так. По индикаторам тут особо нечего сказать. Вчера тут была дивергенция. Она отработала вот здесь, между этой волной. Вот она. И вот она. Часовка тоже здесь и здесь есть. Хотя нет, на РСА нет. По лонгам, по шартам пока баланс 20 на 30 так и держится. Но шартов должно увеличиться примерно вот в этой зоне. Потому что все будут отыгрывать зигзаг. Все будут ждать вот такое движение ловить. Стопы воткнут куда-нибудь на 9800. Самые умные на 10. Соответственно, если там будет достаточно топлива, то китам будет выгодно все-таки вверх продавить. Взбивать стопы. И спокойно крачить ситакан и вышибить 10 тысяч. Такая примерно идея. Поэтому я вангую рост. Не потому, что там где-то график какой-то или волны. Что надоели мне на самом деле комментарии, которые говорят, что я ерунду занимаюсь. Я на самом деле рынок гораздо больше анализирую, чем вы думаете. Но просто даю вам в простых вариантах все это дело. В готовых. Если я буду вот каждый выпуск вот так вот разжевывать вам вот эту всю психологию, то вы с ума сойдете. Хотя могу это делать. Можете написать в комментариях, как вам лучше делать подробный обзор каждое утро. Там с дневок начинать. Недельные графики смотреть. Большую разволновку. Все волны вам начертить. Или просто сказать, куда цена пойдет. Два варианта. То есть напишите, мне просто нужно узнать. Но имейте в виду, в первом случае выпуски будут по 10-15 минут каждое утро. Во втором случае по 3-5 минут. То есть готовы ли вы 10 минут, 15 минут каждое утро терять, чтобы меня слушать. И в итоге результат-то будет тот же самый. Вы все равно поймете, куда цена пойдет. Примерно. В общем, жду ваших ответов. Сегодня я такой простой анализ сделал. На самом деле я буду подробнее его делать. Просто мне интересно, вам нужно подробно или кратко и понятно. В общем, жду ваших ответов. И до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...